Эффект жизненного бумеранга или почему всегда притягиваются женатые? На самом деле, сегодня я рассматривала темы утром, которые вам были интересны, которые вы задавали, вопросы на какие темы интересны эфиры. И, конечно же, эта темка меня подстегнула, потому что мы не будем прям сегодня с вами по личным отношениям сильно разгребаться. Но на самом деле, вот этот эффект бумеранга, почему я всегда и дальше подставь свое, он действительно очень интересный и весьма объясняемый, потому что лично для меня вот этот вопрос, почему я всегда, он был долгое время болезненным. И я, так знаете, ничего не могла понять. Ну почему вот всегда у меня одинаково? Я помню, как я обсуждала с подругами, ну почему всегда я выбираю не тех мужчин? Там, почему тоже у меня был такой период в жизни? Почему всегда мужчины, которые мне нравятся, они оказываются несвободными? Или почему всегда мне не везет там с деньгами? Или почему всегда у меня там, ну вот я помню с финансами, да, почему меня там забирают? Или почему всегда, когда я прихожу, что-то покупают, то, что мне нужно, и мой размер заканчивается? В общем, почему всегда это происходит? И я думаю, что для многих эта темка знакомая, потому что иногда действительно в жизни складывается такой некий эффект петли, потому что вот эта петля, она как будто бы вот ощущение, что ты ходишь по кругу, и ты только вроде бы думаешь, все, заканчиваю, и тут же, ну там спустя короткое время, а иногда прям сразу же заходишь в точно такие же отношения, будь у тебя отношения на работе, да, какая-то рабочая среда, где, например, вы много работаете, там вам мало платят, или где вас не ценят, или где вас оскорбляют, вот вы смотрите и думаете, ну почему вот у всех все люди нормальные, а у меня у одного почему так, и почему, самое главное, это повторяется. Вот давайте сегодня с этой историей будем с вами разбираться с позиции нашего мышления. Напоминаю вам о том, что я занимаюсь именно изучением нашей внутренней силы, изучением сил нашего разума, потому что внутренние наши силы – это наша способность создавать и интерпретировать, то есть понимать свой внутренний жизненный опыт, понимать, каким образом мои мысли, мои чувства отображаются и влияют на внешний мир. Неужели это на самом деле происходит так? Неужели это каким-то образом может быть взаимосвязано, то, что я чувствую, и то, что происходит? Я вам уже говорила о том, что у нас есть такая штука, что мы считаем, что мы что-либо ощущаем, и вообще у нас наши эмоции, они все связаны, ну как бы потому, что вот жизнь такая. Как я могу улыбаться, когда все вокруг так плохо? Как я могу быть счастливым, если вот другие люди меня оскорбляют? Как я могу быть счастлива, если меня никто не любит? То есть мы привыкли всегда чувствовать, исходя из того, что происходит, а не наоборот, а не создавать изначально чувство, каким я себя хочу чувствовать, я хочу быть счастливым, что делает меня счастливым в этом мире и так далее, и строить, исходя из этого, свою жизнь. Поэтому мы будем с вот этим эффектом бумеранга разбираться с помощью наших мыслей. Но, во-первых, давайте вот обратимся и вспомним, каким образом вообще мы с вами устроены. Люди вообще очень любят постоянство. И если мы посмотрим на какие-то ситуации, то есть люди, например, очень любят устраиваться на работу обязательно официально. Для многих это. Почему? То есть их не смущает то, что им может не понравиться работа, что потом может быть долгий процесс увольнения, например. Им важно, чтобы было постоянно. Жениться вот тоже для многих это является признаком стабильности. Хотя что стабильного в браке со штампом или без штампа – огромный вопрос. Но люди стремятся к вот этой стабильности. Это, я вам хочу сказать, такой генетический наш код. Мы так запрограммированы. Раньше был такой устой, вот надо было, принято. Вы помните даже слово «так принято». Вот сейчас я вам могу сказать, что «так принято» вообще программа, которая особо не должна нас интересовать, потому что принято так, как хочу я. Но наше генетическое, вот то, что передается из поколения в поколение, с воспитанием, оно у нас всё на неосознанном уровне. Мы даже сами не понимаем, почему это происходит. Вот именно из-за этой неосознанности. И в нашем случае, если разбирать, почему нам так нравится вот это постоянство, почему мы боимся вообще в своей жизни что-либо менять, ну всё банально просто. У нас просто вот, ну, мы боимся, нам так не разрешено, мы даже не думаем о том, ну как, ну так, ну вот и всё, это весь наш ответ. И получается, что мы за счёт того, что любим постоянство, мы всё время стремимся выполнять один и тот же набор действий. Ну давайте вот посмотрим с вами. Очень часто есть, я знаю, огромное количество там знакомых и наблюдая за людьми, чьи отношения мало назовёшь, ну не то чтобы идеальными, а вообще нормальными. Ну нормальными в правильном понимании этого слова. Классные отношения нет. Но люди привыкают. Люди привыкают к тому, что они говорят, да, я уже привыкла к тому, что он там пьёт. Или я привыкла к тому, что он так со мной разговаривает. Вот это привычка. Это такой первый есть момент, мы привыкаем к каким-то обстоятельствам. Люди привыкают жить на какую-то сумму денег. Люди привыкают быть жертвами. Люди привыкают, ну как бы, не париться. Ну в общем, множество вещей. И за счёт вот этой банальнейшей такой привычки во всём и очень низкой самооценки, человек в основном всё время, ну вот, какой-то продолжительный срок, действует по одному и тому же графику. Это один и тот же маршрут с работы и на работу. Это один и тот же набор продуктов, из которых он готовит. То есть ты заходишь в супермаркет и покупаешь готовый набор. Это одни и те же блюда, которые ты там приготовишь. Это даже одежда. Если вы посмотрите на свой гардероб, то большинство из вас увидят, как говорит Яна Мещук, мой стилист, сейчас, с которой я там проходила марафон, мы покупаем одежду клоны. То есть у нас рука всё время тянется к тем же кофточкам, к тем же маечкам, может быть, разного цвета, и то не всегда, к тем же джинсам. Мы покупаем то, что привыкли покупать. То есть поэтому мы выглядим очень одинаково. И я всё время поражалась раньше. Почему вот в этих бесконечных магазинах, если вы обратите внимание, то во многих магазинах даже из одной ткани, в этих бершках, там, страдивариусе, манго, это абсолютно идентичная одежда. Вот ощущение, что её шьют на одной фабрике одни и те же люди, причём очень много одежды даже без лекал, такой, знаете, американский фэшн. То есть вот в Америке это в основном люди носят тряпки на себе. То есть они вообще не парятся. И вот взяли, причём какие-то отвратно сидящие джинсы очень часто. И этих магазинов очень много. То есть человек просто как-то одет. Если вы откроете его гардероб, то вы увидите сотку там таких джинсов и сотку там таких маек. Вот, то есть он покупает новую одежду, она у него есть, но она вся абсолютно идентичная. Абсолютно идентичная. У нас с Серёжей есть один знакомый, он очень любит покупать вещи. Очень любит, постоянно это делает. Но мы, когда его видим, нам всё время кажется, что он в одном комплекте одежды. Мы стебёмся по этому поводу, ну так, между собой. Он говорит, интересно было бы попасть когда-то в его гардеробную. Потому что мы знаем, что он тратит много денег на одежду, но мы его всегда видим, ну как нам кажется, в одном и том же. То есть вот это наша история про то, что мы делаем одно и то же. Теперь скажите мне, пожалуйста, такой простой вопрос на логику. Совершая одни и те же действия, можем ли мы рассчитывать на другой результат? Идя в магазин и покупая снова белые кеды, чёрную майку и джинсы. Можем ли мы рассчитывать, что наш стиль изменится? Можем ли мы рассчитывать, покупая одни и те же продукты, что на завтра у нас будет другой завтрак? И мы такие типа встаём, и открываем холодильник, и так недовольна? Блин, опять там омлет, или опять сырники? Как будто бы это не мы закупали эти продукты. Но мы недовольны. Сколько можно это есть? Я уже устала, это есть, это невозможно есть. Или там мужчина, говорит, недовольный. Но при этом он идёт в магазин и по списку своей супруги покупает один и тот же набор. Правило гласит, записывая, совершая одни и те же действия, мы получаем один и тот же результат. Ещё раз. Совершая одни и те же действия, мы получаем один и тот же результат. Нету, мать вашу, никакого эффекта бумеранга. Вы берёте мячик и лупите его об стенку с одинаковой силой, с одинакового расстояния. И сильно удивляетесь, что мячик не залетает в кольцо, или мячик не летит в другую сторону. Отношения с мужчинами. Почему у меня всегда, девушка задаёт вопросы, отношения с женатыми мужчинами? Почему же так происходит? Ну, вот понимаете, скорее всего, это происходит по какому-то следующему принципу. Первое. Девушке нравится определённый типаж мужчины. Возможно, взрослые, что часто бывает, ну там постарше, состоявшиеся. А мы знаем, что взрослые, состоявшиеся мужчины, как правило, имеют отношения. Либо они имеют женщин, которые помогли им состояться, либо они имеют женщин, которые организовывают их быт, потому что, когда мужчина состоялся, ему, как правило, хочется семью и так далее. И если это мужчина яркий, определённого типажа, мужчина, который работает в бизнесе, а его жена не работает с ним, его жена находится где-то дома, а ты ещё молодая и красивая, у тебя отношения с мужчиной на 10-15 лет старше, то, скорее всего, у тебя будут всё время отношения с женатыми мужчинами, потому что ты не рассматриваешь себе молодых мальчиков, ты рассматриваешь себе статусного мужчину, возможно, у которого там есть какая-то атрибутика, которая тебе важна, чтобы он помогал тебе материально, например. Интересно было бы мне увидеть мальчика 23 лет, который бы помогал тебе материально, отправлял тебя на Мальдивы, снимал тебе квартиру и так далее. Ну, в контексте, понимаете, конечно, есть всё, возможно, всё и так далее. Но, тем не менее, я знаю это по себе, потому что мне тоже было 20, и у меня тоже были подобные истории. И я тоже, мне нравился определённый типаж мужчин. И, в принципе, я и вышла замуж за типаж мужчины, который мне нравился, мало того, ещё и женатый. У меня вообще прям все карты совпали. Единственный момент, который произошёл со мной, это перемена моих отношений. Перемена моих отношений. То есть, если раньше, например, я старалась не спрашивать мужчину, женат он или не женат он, и, знаете, как думать, ну, типа, я там такая особенная, потом разберёмся, там, тра-ля-ля-ля, то, когда я приняла решение сломать свой вот этот вот петельку эту, эффект этот бумеранга, он мне сказал, я женат, я ему сказала, всё, но с тобой отношений никаких не будет. Я не хочу, потому что я уже знаю, я уже этот фильм смотрела, разолочков так нормально. Я этот фильм посмотрела, он мне больше не интересен, поэтому у нас тут не будет никаких отношений. И тогда свою модель уже переломил мой тогда ещё не супруг. Он сделал серьёзный шаг. Он не сказал, пошли потрахаемся, а он ушёл из семьи, он сказал, я тебя люблю. Он снял квартиру, он сказал, переезжай, мы будем жить вместе, я подаю на развод. То есть, это была другая модель, это не была модель, где мы встречаемся тайком, а потом он рассказывает мне о том, как больна раком его жена, как он не может бросить детей, как он их любит и как он любит сильно меня, но ему необходимо сделать этот выбор, потому что я очень хорошая девочка, очень замечательная, он не может мне разрывать сердце, но он разрывает его себе. Но лучше нам быть один, что-нибудь я здесь сказок не знаю. Ганса Кристиана Андерсона, да, по ночам могу читать детям. Не буду, пусть про Винни-Пуха слушает. Поэтому эффекта бумеранга, ой, бумеранга, ну и бумеранга в том числе, его нету. Вот этой петли никакой, хождения по кругу нету. Это не Вселенная вам посылает одни и те же испытания. Это не вы зашли в свой кармический круг, который вас жмает. Нет. Вы просто делаете одно и то же. Вы просто делаете одно и то же. И вы этого не анализируете. И вы надеетесь, ну кто-то из вас, надеется на то, что результат в этот раз будет другим. Я же теперь другая. Если вы другая, то поведите себя по-другому. По-другому. Только когда вы переломите постоянную череду событий, тогда может что-то измениться. Давайте рассматривать дальше. Чуть-чуть по отношениям пройдемся, потому что это понятные примеры. Вы живете со своим супругом, да, ну не важно кто вы, мальчик, девочка там. Вы живете в своей паре, и ваши отношения вам не нравятся. У вас что-то не то. У вас, я не знаю, вы друг другом недовольны в чем-то, да. Там мужчина недоволен, вы какая-то там сильно, не знаю, материально много хотите. Вы недовольны, он мало зарабатывает. И вот вы все время ругаетесь. И вы говорите, у нас не семья, у нас какая-то ругня. Он меня не понимает. А теперь, и вы говорите, это мой эффект постоянный. Я не знаю, что делать. У нас одни сплошные ссоры, раньше такого не было. И вы опять приходите, и опять начинаете на него наезжать. Вы говорите, нет, ты должен больше зарабатывать, он тебе опять, бум. Что происходит? А происходит опять то же самое, потому что вы ведете себя так, как вели всегда. А попробуйте-ка повести себя по-другому. Попробуйте-ка прийти и поговорить откровенно. И рассказать не то, вот вообще запомните это правило себе навсегда, если я с ним очень активно работаю. Когда мы общаемся с кем бы то ни было, говорите не, что он должен сделать, а что вы чувствуете. Что вы чувствуете, когда человек себя так ведет. Говорите о себе, что вы имеете в виду, как вы это проживаете. Скажите ему, милый мой, я очень тебя люблю. Ты для меня дорогой, замечательный человек. но я поняла, что я не могу жить, например, на нашу зарплату или на твою зарплату, или я не могу жить, не работая. Я понимаю, что я хочу другую жизнь, но я хотела бы ее с тобой. Но я понимаю, что нам нужно с тобой сверить наши планы, понять, мы хотим одного и того же или не хотим. Я тебе расскажу, как это вижу я. Мне бы хотелось, чтобы, например, было вот так, чтобы было вот так, чтобы у нас был бизнес. Или я представляла себе, например, что ты бы мог поработать вот там, это было бы так классно. То есть не что ты должен делать, а как я это вижу и ощущаю. Когда ты, не говорите ему, ты дебил, мне не нравится, когда ты там так говоришь, а говорить ты знаешь, я тебя люблю, но когда ты так говоришь, я себя чувствую отвратительно. У меня в этот момент настолько все сжимается, что я не могу себе позволить этого чувствовать. Я просто не могу. Я тебя люблю, но себя я люблю больше. И тогда ваш разговор начинается не с обид, постоянных заявлений, которые только в клубок все спутывают. Вы думаете, ладно, заткнусь, буду молчать. Потом вас опять взрывают. А вы меняете манеру поведения. Вы делаете что-то по-другому. Вы приучаете его слушать. Вы начинаете разговаривать и так далее. Едем дальше. История про вашу жизнь. Вы ходите на нелюбимую работу. Вы ее не любите. Или вы чем-то пытаетесь заниматься, и это не приносит вам никакой материальной стороны. И удовольствия не приносит. Но вы продолжаете это делать и надеетесь, что когда-то попрет. Вы надеетесь, что когда-то деньги придут. Что когда-то вы чувствуете себя плохо, вам все время это не нравится, вы все время идете как на каторгу, вы ненавидите своих клиентов, вы вообще ненавидите время, связанное с работой, но вы ждете, что что-то поменяется. Что поменяется, скажите мне? Что поменяется? Во-первых, если говорить о мыслях, тут тоже очень важно. Вы должны помнить о том, что чувствуете вы себя при этом всегда плохо. Вы помните, что наши мысли – это сила и это вибрационная такая некая волна нашего энергетического поля, которая притягивает к нам подобное, особенно когда наша мысль эмоционизирована. А когда вы что-то не любите, вы сильно эмоционизированы. Вам когда нравится, многие люди не радуются подаркам. Сейчас подумайте о себе. Не радуются. Без щенячьего восторга. Я, например, люблю дарить подарки, но я всегда отслеживаю, как реагирует человек на мои подарки. Если я не вижу щенячьего восторга, я не дарю ему больше подарков, потому что это не приносит мне удовольствия. Я что-то хочу сделать для другого, получив его радость взамен, увидев, что я сделала человека счастливым. Есть такие девушки, да и мужчины, наверное, которые, знаете, относятся ко всему как к должному. Я позволяю тебе мне это дарить. И вот эта вибрация, она отвратна. Контролируйте этот момент и помните, что счастье притягивает счастье. А теперь вы недовольны своей работой. Вернемся. То есть, ваша эмоция несчастлива. Вот вывод вам не нравится. И она притягивает к вам еще больше. То есть, как бы на энергетическом уровне вы подтягиваете к себе все, что вам не нравится. В работе. То есть, вы видите, что вам не нравится везде. Ваша жизнь превращается в такую историю про не нравится. Вот все не нравится, все не нравится, все не нравится. Еще раз повторяйте, когда нравится, почему-то вы молчите, стесняетесь. Ну, нормально, благодарю. И вы вибрацию свою не используете. То есть, вместо того, чтобы включиться, блин, порадоваться и притянуть этого еще больше, Вы это не используете, но когда не нравится, вы прям по полной программе используете это. Что происходит? На энергетическом уровне вы просаживаетесь сильно, и вы притягиваете к себе всё это. Но по нашей теме вы недовольны, вы ходите на работу и вы ждёте. А вдруг вы думаете, вот бы меня взяли в какую-то крутую компанию, вот бы я открыл свой бизнес, вот бы я попробовал, вот бы у меня было. Но всё, вы должны понимать, что за вашими словами или маленькими мыслями, а вы им уделяете очень маленькое, вы так, знаете, с друзьями только об этом поговорили, да, да, хорошо, и продолжили делать то, что вы делаете. И вы говорите, что-то у меня не получается с работой, что-то у меня всё время не получается. Вы продолжаете совершать, даже в бизнесе я видела, когда у людей не прёт бизнес, люди не экспериментируют ни с рекламными компаниями, ни с посылами, ни с продуктами. Они продолжают упорно делать то, что не получается, надеясь взять силком. И за это время полностью энергетически опустошается, потому что когда у человека не получается, он начинает злиться, он становится сильно злым человеком, и, соответственно, он ещё больше вибрирует на негативе. Он превращается в злюку, вот в такого, знаете, злого-злого-злого гоблина. И вы говорите, что-то мне всё время не везёт. И вот приходит ко мне человек на эфир, а я ему говорю, слушай, а приходи ко мне на рерайтер жизни. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну, смотри, давай мы с тобой напишем, да, пропишем твою жизнь по главам. Вот представим себе, что вот то, как ты напишешь, тебе эту сейчас жизнь воспроизведут, снимут как в кино, только это будет твоя реалия. И человек говорит, не-не, я в это не верю. Нет, ну это бред. Мне работать надо, мне там, я пытаюсь запуститься, или я на работу хожу, она мне, конечно, не нравится, но у меня нет времени, мне же надо делать эту работу, потому что у меня не будет денег. Я говорю, ну, подожди, ну, найди время. Ночью напиши, днём напиши, экспериментни, сделай что-то. Не, говорит, я вот когда, внимание, когда вот у меня пойдёт, когда вот у меня будет больше свободного времени, вот когда бизнес заработает, который не работает, или когда меня повысят, оно никогда не повышали, вот тогда я начну. Внимание, вопрос. Не мой. И так люди делают очень часто. Человек говорит, у меня когда будет, тогда я к этому вернусь. Но у тебя не будет никогда. У тебя так никогда не будет, потому что ты ничего нового делать не хочешь. Ни в чём. Многие такие люди есть, например, с фигурой. Так, когда человек говорит, я никак не могу похудеть. Я говорю, ну, сядь на диету, я не люблю диету. Возьми, там, консультанта по питанию. Мне это не подходит. Начни заниматься спортом. У меня больные суставы. Иди нахуй. Вот так говорю. Что? Говорю, ты иди нахуй. Хоть как-то выбиваешь человека из колеи. Он сидит, пришёл к тебе за решением своей проблемы, но как ракеткой отбивается от всего. Мне ничего не подходит. Я ничего не хочу менять. Мне так хорошо, но почему у меня всё так? Почему я такой несчастный? Это всегда поражает. Это, знаете, похоже на моего мужа, который говорит, слушай, ну мне нравится, ты как-то так поменялась, я хочу поменять свой стиль. Я говорю, ну пошли померяем новую одежду. По одежде. Он раз опять тянется к курточке, которых у него 10. Я говорю ему, милый, ну мы же говорим про поменять стиль. Он меряет? Не, мне такое не идёт. Почему у тебя такое не идёт? Если ты привык себя видеть, всё время в одном видишь штановы, надеваешь другие, то, естественно, там будет мотня в другом месте, длина в другом месте. Ты же, сука, хочешь поменяться. Что ж ты, блин, ничего не хочешь нового-то делать? Вот так вот всегда мы делаем. И говорим, я хочу новое, но делать я ни хрена не хочу. И потом сидим и жалуемся подружке про то, что жизнь похожа на какой-то круг замкнутый, по которому я хожу. На меня навели порчу. И тут подружка говорит, сходи к гадалке. А гадалка – это классно. Потому что гадалка – это то, что снимает с тебя ответственность. Это гадалка будет делать. Ты будешь только ей деньги давать, а она будет делать. И она снимет с тебя обед. Она снимет с тебя, может, обед. Но дебилизм твой тупой, ленивой, жирной или худой свиньи, она с тебя не снимет. Вот в чём дело. Только сделай тебя ещё тупой ослицей, которая ходит и сливает бабло какой-то бабе, сильно умнее тебя, которая сидит в маскараде и рассказывает тебе небылице. А ты сидишь потом и тебе с подружкой ездишь, что, бокальчик поднять. Вот в чём вся история. Новое – это всегда новое. Понимаете? Чтобы было как-то по-другому, нужно сделать как-то по-другому. Чтобы кофточка была не голубенькая. Не надо, мать вашу, голубенькую покупать. Нужно красненькую купить. Но человек идиот опять покупает голубенькую. Значит, мы с моим мужем устроили примерку. Мне надо же было его как-то убедить. И я ему показала в зеркале, вот так просто все его курточки, шок был для него. Надо вытащить всё, бросить на пол, заставила его. И он начал мерить курточки-близнецы разных цветов. Неделька. Неделька. И он говорит, ёпси, так они реально одинаковые. Да, прикинь, они одинаковые. А ты идёшь в магазин, и опять твоя рука за этим тянется. Так ты признай, либо мне нравится быть в недельке, и всё. И не надо вот это вот, я хочу изменить свою жизнь, я хочу изменить что-то. Да не надо тебе. Сиди, ной. Ной сиди, говори. Я нудный человек, мне нравится страдать. Но каждый раз, когда человеку предлагается решение, он говорит, нет, мне это не подходит. Не подходит. Ну, сиди дрочи, всё, что ты хочешь. Вот эта история, она из детства, знаете ли, она пришла из детства, вот когда ребёнок нудится, а родитель не знает, что ему сказать, не раздупляет, не объясняет, не разговаривает, не понимает. И вот вы вырастаете, взрослые, и остаётесь вот такими же зануденными, которые не хотят включать свой мозг. Вы же все умные ребята. Вы все умные ребята. Но почему ваш мозг fucking shit speed? Вот все мои рерайтовцы, с которыми я сейчас общаюсь, и вот в жизни мы встречаемся, вот у меня была в субботу встреча, это очень такой крутейший для меня инсайд. Они все просыпаются, все. И они сидят и говорят, ёпсель, как это со мной было? Как я ещё могла так думать? Сейчас моя жизнь в моей голове сильно изменилась. А жизнь изначально меняется в голове. Реальность, у неё есть такая штука, она подтягивается позже. Но в голове-то люди уже это понимают, а большинство людей, которые не пробуждены, они не понимают. Они сидят и всё время это всё перемалывают, переламывают, и искренне считают, что им не везёт. Искренне считают, что это рок судьбы, что это замкнутый круг, что я наступаю на одни и те же грабли, и они меня бьют. И это невозможно изменить, кроме как сходить к гадалке. И, понимаете, гадалка, она всё вам поможет. Я уже, мне сколько раз мои подружки говорили, Оля, тебе надо было сидеть с шаром. Баба Оля с шаром. Ты бы, блин, просто миллиарды поднимала бы. Такого бы им рассказывала. Ну, ребята, ну, факин щет, ну, нельзя же быть настолько. Ну, совсем. Мне гадалка нагадала. Недавно девочка одна у нас рассказывала, что пошла к гадалке её подружка, и подружка решила спросить про подружку. И рассказать этой моей подружке. И рассказала что? Конечно, хуйню какую-то. Чего ж гадалка будет рассказывать? Всё хорошо у тебя будет? Нет, у тебя будет говно, у тебя всё порчено тебе. Обед безбрачия? Но! Если я надрочу в твой стакан и продам тебе это, то тогда всё, выпьешь, и всё будет окей. И всё замечательно. И всё. Нельзя, люди, так нельзя. Просто врубайтесь мозгами. Чуть-чуть. Иногда хотя бы. Я понимаю, что это сложно, что-то... Вот я сама порой туплю. Что думаете, я супер-женщина-баба? Не, тоже бывает потупливаю. Но нужно соображать, нужно включаться. И первый момент – это всегда думать про себя. Что я делаю вообще? Логически размышлять. Записывайте себе на бумажку. Что я сейчас делаю? Могу ли я, делая постоянно? Проанализируйте, где у вас идёт вот эта петля. И вы поймёте, почему так? Почему у меня пять лет ничего не получается? А подумай, что ты делал эти пять лет. В чём ты? Бывает, человек говорит, я экспериментировал с разным. Но вот понимаете, бывает, как вам сказать, это как с женщиной или с мужчиной. С разными экспериментируешь, но типаж и твоё поведение точно такое же. Тут же вопрос, главное, в твоём поведении. Не в людях, не в квартирах, не в работах. Кто-то говорит, я десять бизнесов поменял, а ничего не получается. А потому что ты десять бизнесов пытался выбрать, где тебе больше заработать. А не шёл из темы того, что моё. То есть сам момент подхода одинаковый. И людям часто кажется, что они очень изобретательны, и экспериментательны, и ещё какие-то. И вроде бы я всё делаю по-разному, но нет. Но нет. Думайте об этом. А не можете думать, ну так приходите к нормальным умным людям, а не к бабкам, мотанкам, гадалкам. Понимаете? Тогда будет как-то легче идти. И это вам ответ на вопрос, почему рерайтер жизни – это хорошая штука. Да потому что я мозг ваш заставляю работать. Заставляю вас посмотреть со стороны на все эти вещи. Показываю и объясняю вам, что происходит. Сами. Сами учтись раздупляться. Знаете, удивительно то, что вот эта методология, которую я создала, это для меня удивительно. Она… вообще я думала, что вы просто книгу напишите. У меня не было каких-то супермыслей о том, чтобы сейчас сделать всех суперумными. Но парадоксальность заключается в том, что когда ты останавливаешься и сосредотачиваешь фокус на себе, когда ты начинаешь думать о своих желаниях, ты просыпаешься. Ты оказывается, что ты чего-то, как у меня девочки говорят, оказывается, я чего-то хотела. Оказывается, я могу хотеть. Оказывается, я такая разная или такое. У нас мужчины тоже есть. Да, прикиньте, вы все, вы все гениальные люди. Это правда. Это не мое сейчас. Мне бы очень хотелось сказать, что я одна гениальная, а вы все лохи. Вот меня бы это устроило сильно. Но нет. Каждый из нас гениальный человек. Гениальная личность. Но спящая, сука, спит все время. Ленивая, спящая. Не можем себя пробудить. Да, нас замотало общество. Да, очень много. Я думаю, очень много людей работало над тем, чтобы засунуть нас в систему, не думающую, а делающую то, что говорят. И этот СССР и так далее, это генетически, ребята. Вы, если в историю немножечко заглянете, все эти голодоморы, расстрелы, конечно, у нас это генетически есть. Оно никуда не девается. Но мы-то уже с вами 2020-й, слава богу. Мы уже имеем доступ к информации. Мы уже более свободные. Нам уже сильно много всего разрешено. Мы уже думающие. Нам уже нельзя этого запретить. Так почему же не пользоваться этим инструментом и по-прежнему считать, что мы рабы, что мы должны жить по системе, что единственная система – это школа, институт, работа, умер. Алло. Вот я сейчас мама, и я считаю, что моя задача сейчас – не пробудить своих детей, а не дать им заснуть не так, неправильно. Как это? Боже, я не забыла это слово. Засыпить, хотела сказать. Ну, в общем, вы поняли. Обратка. То есть они как раз пробуждённые, они очень пробуждённые. Это же мы их в системах начинают толкать. Вот мне мои дети всё время, значит, ну, уже старшая, чуть-чуть больше в школе, и она, они постоянно там с младшей обсуждают школу, и всё время есть какие-то страхи, которые обсуждаются. Вот сегодня она говорит, у нас пришёл новый учитель физкультуры, и она в конце сказала, что она злая. В конце говорит, я злой учитель. Я говорю, ты ей подойди и скажи, вы скоро умрёте. Потому что моя мама говорит, что злые люди быстро умирают, и будете страшны и некрасивы. Поэтому мой вам совет – улыбайтесь. Ева говорит, ну что, прямо так можно и сказать? Я говорю, да, ты можешь ей так подойти, прямо и сказать. И вы знаете, я совершенно не боюсь своим детям такого говорить. Я не боюсь растить в них, я им… Она говорит там, я боюсь. Я говорю, учитель – это человек, который работает на тебя. Не ты на него, он на тебя работает. И ты должна ему напоминать о том, что его задача – проводить урок физкультуры, а не быть злой. Потому что если она будет злой, то придёт добрая мама. Вот, придёт добрая мама и объяснит учительнице сама. Скажи, вы знаете, лучше, чтобы моя мама не приходила, лучше я вам сама расскажу. Будьте доброй. Да, я учу, когда моя Ева там говорит, одевается как-то и говорит, интересно, у меня сегодня выгонят со школы или нет. И никогда я не говорю, Ева не одевает его в школу. Я ей говорю, ты уверена? Она говорит, да. Однажды она мне сказала, мам, а если меня выгонят? Я говорю, ну я приеду, мы поедем в ресторан и отпразднуем с тобой, что ты так быстро закончила эту школу. Будет праздник. И вы знаете, она это тоже запомнила. И мы, они понимают чувство юмора, мы смеёмся. Но я не делаю ни из кого, как бы, знаете, страшную какую-то систему. Не делаю из кого-то какого-то страшного монстра, что это невозможно. Зачем? Зачем? И так вот абсолютно во всём. Я стараюсь, чтобы дети мои максимально, нормально, позитивно познавали мир, а не в каких-то рамках, можно, нельзя, это строго, это взрослое, это... Я им объясняю, что взрослые люди бывают тупыми, бывает такое. Но мудрые дети, люди, неважно, возраст не имеет значения, они не говорят тупым, что они тупые. Они просто не обижаются и не реагируют. И что если себя человек так ведёт, он тупой. Но если ты скажешь ему, что он тупой, то это тебя унизит. Просто ты если понимаешь, что он себя так ведёт, отойди от него. Просто отойди от него. Я говорю, представь, что она обмазана какашками, и просто отойди от неё. Мне же надо тоже как-то детям, знаете, чтобы на их уровне было. Вот говорю, представь, что я увидела в какашках, отойди от неё просто, и всё. Не надо плакать, там, бояться, там, я там буду прибегать, её убивать. Я говорю, девочки, ну, у них бывает такое, что, там, мама, там, вот... Я говорю, вы что хотите, чтобы я сделала? Через плечо кинула сейчас? Или нож вонзила? Какую реакцию вы от меня хотите? Просто делайте выводы. Ну, не надо. Там, учу каким-то нормальным штукам. Ну, не то, что учу, рассуждаю. Например, там, вчера у нас была история, я залезла в рюкзак, и кто, у кого есть дети, знают про орбизики. Короче, такая игрушка с этими шариками гелевыми. И вот у неё порвалась эта игрушка, и, короче, часть этих шариков были в рюкзаке, в тетрадях и во всём. Я вообще такая чистоплотная девочка, и я не могу очень часто принять вот эту вот... Я села и говорю, девочки, ну, смотрите, я бы могла сейчас плакать. Ну, я бы вычищала это всё, естественно. Я говорю, я бы могла сейчас плакать, но тогда бы я была мамой-жертвой. Я бы вам говорила, какие вы неблагодарные, мы с папой столько работаем, вы знаете, сколько всё это стоит. А вы, ну, вы хотите такую мать? Я не хочу быть такой матерью, не моя история. Но я хочу вам объяснить другое. Я не говорю своим детям то, что говорили мои родители. Я так много работаю, чтобы покупать тебе самые лучшие рюкзаки, обувь и так далее. Ты знаешь, сколько это стоит? Нет. Я говорю, девочки, я с папой, да, выбираем мы вам всё самое лучшее, потому что мы вас любим. Но мне очень обидно, когда в лучшем рюкзаке с самыми красивыми тетрадями, которые мы не просто покупали, а выбирали с вами, лежат арбизики. Мне это непонятно. Я чувствую в этот момент, что вы, вам всё равно, что вы наплевательски относитесь к нашей заботе. Вот я в этот момент себя чувствую вот так. Я бы говорю, нет, мам, мы очень ценим. Ну ты что? Он так обнимает, так меня искренне. Я говорю, я вот смотри, для меня ценим есть слово, а есть действие. Слово – это вот ты сказала, а действие – это когда ты ровно сложила тетрадки, а не помяла листочки. Это когда у тебя арбизик разорвался, и ты его выбросила в мусорку, я же куплю тебе нового, а не засунула его в рюкзак. Это когда в машине ты съела шоколадку и не бросила фантик на пол, а вынесла его. Вот это для меня ценим, я так это понимаю. А просто сказать ценим и наплевать на всё – это не ценим. И только так, я считаю, мы можем что-то, чего-то добиться от детей. Конечно, мне хочется им сказать, вы, блин, неряхи, вы, блин, там, хочется им сказать, что думаете, не хочется. Я себе просто рот зашиваю, перефразируя, находясь в поисках новых фраз каких-то. То же самое с мужчиной. Конечно, мне иногда хочется сказать ему мне, ты что, блин, дебил, ты что себя ведёшь, как урод, ты что не понимаешь, тебе, блин, и прям можно и сковородкой. Хочется иногда, честно. Но я понимаю, что в этот момент, когда мы говорим это друг на друга, оба это воспринимают как агрессию, рождаются негативные эмоции. Мы притягиваем всё вокруг, как пылесборники, как неудачная чёрная ткань, как это весь в каком-то какашках. И зачем? Поэтому я думаю и говорю всегда про себя. Что я чувствую, в чём я, возможно, была не права, почему я себя так веду, почему я так сказала, почему я? А вы были в отношениях с женатым мужчиной? Да, были. Вас уже сто, здорово. Мы были, я вышла, я когда начала встречаться со своим мужем, он был женат, он развёлся, и буквально через несколько дней мы пожелились. Полгода я была с ней в отношениях, как женатым мужчиной, да? Yes, я об этом рассказывала вначале. Поэтому, друзья, мы всегда всё начинаем с себя. И любая вот эта замкнутая история, это история про то, что вы делаете одно и то же и не хотите думать. Любая проблема человека заключается в его лене подумать и разобрать ситуацию. Ой, да я всё знаю! Ой, да блин, да нет! Это он! Это Ан! Это Э! Всё время... Это всё, блядь, не я. Я хорошая, а вы все говнюки, все уроды, я один хороший. Нет. Представьте себе, нет до тех пор, пока будет так в жизни, да? У меня нет денег, девушки мне пишут часто. Ольга, что мне делать? Я с ним стала хуже, он меня ухудшил, он на меня плохо подействовал, мой муж не даёт мне развиваться, моя мать не даёт. Да кто вам должен давать? Вы какую-то проституцию устраиваете, что вам кто-то должен что-то давать. Если вы в состоянии писать уже мне, то вы уже взрослые люди. Вы уже, знаете ли, брать можете, хочу я вам сказать. Вы сами должны решать, что делать. Сами решать. И когда вот этот процесс запускается, когда я становлюсь в центре, когда я понимаю, что я делаю, что я делаю, почему в моей жизни это происходит? Ага, вот она модель, я её вырисовываю. Вам не нужен ни психолог, ни гинеколог, никто. Вы сами можете понять и увидеть вот это хождение по кругу. Вы увидите закономерность своих действий, проанализировать себя. Значит, нужно сменить маршрут. Ещё раз, сменить маршрут. Как я раньше себя вела, с какими я раньше мужчинами знакомилась. Простите, на каком свидании у меня с ними был секс. Ага, со всеми мужиками этими был секс. В первую идею они все мечтали, всё, никого секса дальше не будет. С такими мужиками. То есть, я что-то меняю, пробую, экспериментирую по-другому, по-другому в отношениях с партнёрами или в своей жизни. Если вот такая модель у меня не работала, значит, я попробую какую-то другую модель. Только так вы можете что-то со своей жизнью делать и выходить из этого круга, и не думать ни о каких кармических историях. Но, повторяюсь, я – это всегда самый главный человек в вашей жизни. До тех пор, пока вы не осознаете своих желаний, пока вы не поймёте, как вы хотите развиваться, о чём вы мечтаете, какой должна быть ваша жизнь. Не та жизнь, которая с вами случилась. Она с вами случилась, потому что вам никто не сказал, что вы можете выбирать свою жизнь. Понимаете? Такой маленький нюансик. За счёт того, вот если бы представьте себе, что с детства вам бы это сказали. И постоянно бы родители вам об этом напоминали. И говорили, вот смотри, мы выбрали, мы вот поэтому сегодня тут живём. Мы выбрали, мы теперь вот поэтому это купили. Мы выбрали, поэтому путешествуем по этому миру. Мы выбрали, поэтому… Если бы вы знали, вы бы говорили, так я тоже выбираю. Вам бы говорили, будешь жить в этом селе? Вы говорили, нет, я не хочу жить в селе. Я хочу жить вот в этом доме. Пожалуйста, выбирать можно. Как пробудить в себе львиного тигра? Я не знаю, о чём вы сейчас говорите, но я знаю, что вот эта фраза про аппетит приходит во время еды, это правильно, и любая большая цель начинается с маленького шага, любая большая победа, это так, если красноречиво вам сказать. И для того, чтобы изменения начались, нужно начать идти немножечко, ну, во-первых, двигаться и идти в другую сторону. Для многих людей, которые со мной находятся на рерайтере, это нечто совершенно новое, совершенно какое-то новое погружение, такой, знаете, экспириенс, такой, типа, вызов. Но я точно знаю, почему это классно работает ещё, это потому, что вы начинаете этим жить, вы начинаете делать то, чего вы раньше не делали, и вы начинаете видеть фантастические для многих результаты просто даже в изменении собственного сознания, понимания мира. Вдруг оказывается, что все люди вокруг тебя ни в чём не виноваты, вдруг оказывается, что ты с половиной вообще перестаёшь общаться, а раньше считал, что никак не сможешь расстаться. Вдруг оказывается, что люди не только злые есть, но и классные. Вдруг оказывается, что вокруг есть куча возможностей, которых ты раньше не замечал. Очень много всего оказывается. Вдруг оказывается, что у тебя есть какие-то желания, ты начинаешь просыпаться. Вот это реально да. Как стать счастливой и уверенной в себе женщиной? Стать собой. Нельзя стать счастливой и уверенной. Это не какое-то, знаете, как стать номер один в художественной гимнастике. Я вам скажу, наберите такое-то количество баллов. Вот тогда вы станете номер один. Или вам вы должны в булавах, вот Алиса у меня знает, что для того, чтобы стать номер один, ей нужно упражнение выполнить чисто на такое-то количество баллов. Это про другое. Счастье и уверенность – это не внешний мир, это внутренний мир. Это ваши ощущения себя. Это вы должны себя так почувствовать. Счастья нет во внешнем мире. Никакая машина, дом, квартира, собака и свинья – это не счастье. Это просто вещи. Счастье – это ваш внутренний мир. Это ваша эмоция на что бы то ни было. Счастье есть в моменте. Счастье – это вот, знаете, такая накачиваемая штука. Вот когда ты начинаешь ее качать, как мышцы, в какой-то момент ты начинаешь ценить. Счастье – это вот когда ты начинаешь понимать, как круто, что у тебя все это есть. А знаете, когда это ценишь? Это как и деньги. Если бы я вам дала 100 тысяч долларов, или если бы вы их заработали с объекта какого-то там своего проекта, вы бы почувствовали разницу между любой суммой денег. Потому что это я сделал, потому что это моя энергия сделана, потому что я приложил к этому свою руку, потому что я талантливый, потому что я в себя верю, потому что я крутой, потому что я дал этому миру что-то хорошее. Вот это вот все. Оно тебя начинает качать. И счастье – это внутреннее, когда ты берешь и испытываешь. Это даже не история про то, как, извините, получить оргазм. Попробуйте пальчиком точку G, B, C и языком лизнуть. Нет. Это внутренняя штука. Другая. Абсолютно. Поэтому это работа постоянная над собой. Когда вы начинаете вот это делать, когда вы начинаете системно работать, почему большинство у людей, ну, нету результатов? Потому что люди, опять-таки, по природе ленивы. По природе ленивы и хотят как-то вот так вот чуть-чуть сделать, и потом, чтобы оно само. Но нет. Но нет. Вот результат – это всегда длительная история. То есть постоянная, системная. Когда это становится частью вас. Я не видела ни одного человека с красивым телом, который бы вот однажды позанимался и больше никогда бы этого не делал. Не видела такого человека. Не знаю такого. И не видела бы прекрасного оратора, который бы просто однажды выступил на сцене, и после этого стал успешным, ну, точнее так, после этого вот раз в 10 лет выступал, и выступал всегда потрясно. Не видела. Потому что это нарабатывается. Как моя подруга говорит, как ты так сидишь и разговариваешь с этой камерой? Это же пиздец какой-то. Говорит, я включаю кнопку и превращаюсь в стополь. Как ты это делаешь? Я говорю, потому что я этих видео записала, я не знаю сколько, тысяч, тысяч. Я не знаю, сколько раз я выступала. Это уже всё, часть тебя. Я не понимаю, что это камера. Я вижу вас всех, людей. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень и очень важная штука — это постоянство. Но постоянка идёт тогда, когда появляется удовольствие. Если тебе это не нравится, а тут вопрос нравится в другом. Я всё время задаю вопрос главный. Я хочу изменить свою жизнь. И второе. А что такое изменить свою жизнь? А какая это жизнь? Мы очень часто… Почему у вас мотивации не хватает у многих? Первое. Потому что вы не знаете, какую жизнь вы хотите лучше, другую. Но какую не знаете. Это как раз история про детальное прописывание и визуализацию, то, что мы делаем на рерайтере. А второе. Ваше общество, люди, которые вас окружают. Я вот недавно приводила этот чудесный пример и повторю его. Это как вы знаете, когда вы сидите за столом и все едят жареную картошку, колбасу, кровянку, сало. А вы сидите и едите там, я не знаю, какой-нибудь салатик с авокадо, киноа и лососи. И вы едите нормально, это ваш мозг ест, вы думаете классно, вы настроены. И тут все вокруг начинают пережеванную свою пищу кидать вам в тарелку и говорить, жри, жри, жри. Вот это происходит с нами, когда у нас есть другое окружение. Вы такой пытаетесь как-то измениться, а люди все время про свои болезни, про свои проблемы, про свое то. Все плохо, все ужасно, денег не хватает, мир дерьмо, ермилово козявка, все, гады, сволочи, дерьмовцы. И вы сидите, нету никакой жопы вашей киноа, нема. Вот так вот набросано всякого говнища. И все. Поэтому очень важно, если вы решили уже перейти на другое питание для мозгов, то важно, чтобы у вас было подобное окружение. Важно, чтобы были люди, с которыми вы могли это обсудить, с которыми вам было бы классно. Я в последний раз, когда мы в субботу встречались с четвертым, с третьим, я уже запуталась, с третьим, по-моему, потоком, нет, с четвертым потоком рерайтовца клуба, клуба, вот я смотрю, они впервые видели в основном друг друга в жизни. Но это все одна волна, это все одно свечение, это все одни эмоции, это все одно понимание мира. И мы разговариваем, любой вопрос задается, и всем это интересно, и всех это наполняет. А не то, что, знаете, вот ты сидишь, и тебе скучно, и тебе неинтересно, и тебя люди просто не понимают. Очень часто я тоже предпочитаю где-то молчать, даже в бизнесе. Вы знаете, нахожусь в чужих иногда, даже пусть в клубах моих дочерей, где есть гимнастика, танцы. Я же бизнес, я же бизнес-человек, я же все знаю, я же маркетолог хороший. И мне все время хочется сказать, что надо сделать, все время. Девочки, почему вы этого не видите, почему вы это не сделаете? Но я прекрасно знаю, никто не спрашивал твоего мнения, это не твой бизнес, сиди и молчи. Это не твоя история, не вылазь сюда. Вот это очень важный такой вот аспектик. Но зато у меня есть прекрасные друзья, там есть Теодор Вика, с которым я дружу. Теодор потрясающий мастер, который сейчас становится одним из лучших экспертов по эстетической всей этой медицине и делает самые крутые губы, но неважно. И вот мы встречаемся, когда, мы встречаемся практически каждую неделю, и нам интересно, у нас полно совместных тем. Мы можем обсудить бизнес, мы можем обсудить мышление, мы можем кучу всего обсудить, и нам вместе интересно. Вот это окружение, это очень важно. Если у вас этого окружения нет, то опять-таки это то спасение, которое есть у моих марафонцев, у рерайтеровцев. Вот у меня первый поток, ребята, мы 6 месяцев вместе, 6 месяцев вместе. И это офигенно. Они дружат, они общаются, они каждую неделю созваниваются, они каждый день списываются. У нас есть определенные моменты, и это круто, потому что это твоя поддержка. Некоторые ржут, рассказывают, как там друзья поотваливались, вечером кто-то звонит, пошли побухаем. А никто не бухает уже. И, говорит, родители смотрят, как-то, ну там есть кто помладше, говорит, как-то странно, сижу дома с компьютером. Потому что там мне сейчас интереснее. Конечно, и в реале будут появляться люди, но ты изначально должен окрепнуть. Когда ты меняешь свое мышление, я это говорю, такой, знаете, пример, представьте, что вы среди себя садите семечко. Внутри маленькое семечко. И вам нужно его аккуратненько оберегать, чтобы оно дало там какие-то корни, пустило плоды. И когда уже ствол станет мощным, тогда ты уже перестанешь бояться внешнего мира. Вот я сейчас, да господи, куда меня не засуньте, поверьте мне, никто меня не затянет в свои негативные вибрации. Вот точно вам говорю, уже это как бы не произойдет. Я не стану что-то обсуждать, или я не стану плохо чувствовать. Я уже себя очень комфортно чувствую. Мало того, я, скорее всего, быстро сбегу оттуда. Это тоже много шансов. Но когда вы только начинаете, это сложно. Поэтому нам нужна своя группа людей. Вот, собственно, так это устроено. Итак, подтверждаю. Вот, спасибо. Я, мои любимые рерайтовцы, я вижу, что тут есть. Я вас обожаю, потому что рерайтовцы приходят на все мои эфиры. Ну, на каждом эфире есть кто-то из рерайтера. И мне это очень приятно всегда, потому что мне все время кажется, ну все, они уже от меня устали, я уже каждый день даю эти видео, столько всего даю, и думаю, уже в какой-то момент там должно... Это... Нет, я так ее не программирую. Но думаю, ну столько же нет, но столько же да. Поэтому лав-лав-лав. Итак, на этой чудесной ноте мы будем плавно с вами подходить к завершению эфира, если у вас нету по теме вопросов. Я напоминаю о том, что 1 октября у нас стартует уже 7 поток рерайтера жизни, нон-стопом, 7 месяц подряд. Я запускаю этот любимейший мной марафон. Считаю, что лучшее, что вообще есть, и то, что можно подарить себе для того, чтобы себя начать узнавать. Сложно сказать, про что этот марафон. Он про вас. Здесь будет все. Здесь будет миллион открытий, здесь будет миллион инсайтов, здесь будут разные состояния. Возможно, где-то появится какое-то разочарование в том, почему я столько времени потратил. Может быть, по-разному. Но то, что это повлияет на вас, это 100%. Для кого-то это станет мощнейшим толчком, для кого-то началом, для кого-то это станет жизнью. Здесь все индивидуально. Вопрос в том, что идти нужно тогда, когда вам это откликается. Ваше тело никогда не врет. И если вы слушаете и понимаете, ёпси, я ничего не понял, но мне так это интересно, я так чувствую, что мне надо, 100% нужно идти. И если вы сидите и уже придумали 100 тысяч историй о том, почему это бред, болите и идите лесом. Это тоже нормальный вариант. Это не значит, что вы плохой или я плохая. Я точно не плохая. Это значит только то, что пока что вы не готовы к этому. Пока это не ваш путь, и значит, есть где-то другая дорожка для вас. Это тоже норм. Позвольте себе быть собой, другому быть другим. Я каждый день себе об этом напоминаю. Хотя по природе я, конечно, диктатор, и очень бы хотела, чтобы просто все делали то, что я говорю. Но не всегда. Не всегда. Так, всё. Слышу, что слышу. Вижу, что вопросов нет. Тогда я вас обнимаю. Ссылочка на рерайтер жизни находится у меня в инстаграме, в профиле всегда. Если кто-то не может найти профиль, не знает, что это, пишите, пожалуйста, мне в личку. Я вам с удовольствием отвечу, помогу и подскажу. Уже 27 числа у нас стартует пробная версия, которая будет стоить 5 баксов. Вот, ажу, где вы сможете очутиться в атмосфере рерайтера жизни, понять, что это такое, посмотреть на людей, написать две главы книги новой жизни, своей мечты и так далее. Ну, в общем-то, моё дело вас не агитировать, ваше дело захотеть самим. Не захотели, всё. Обнимашечки вам поцелуйчики, завтра будет новый эфир, темочку я обязательно придумаю, подсмотрю. И помните, нету никаких замкнутых кругов, нету никаких заговоров против вас. Нету. Вы всё придумали сами. Научитесь думать, научитесь слышать себя. Полюбите это. Полюбите себя. Это не так просто, как кажется. Но когда вы это сделаете, поверьте, вам это очень и очень понравится. И реальность вам ответит. Может быть, не сразу, может быть, не через месяц, может быть, не через два, но посмотрите, сколько лет вы создавали совсем другую реальность, неосознанно. Так почему бы однажды не заняться и не вложить свои силы, энергии и свои мысли в то, чтобы создать нечто совершенно другое? И то, что у вас это получится, я не сомневаюсь. Потому что день за днём это получается у меня, день за днём это получается у многих рерайтовцев. И если ваше время ещё не пришло, то просто потому, что этот момент ещё не настал. Работайте, и всё обязательно получится. Агни, Машечки! Агни, Машечки! Агни, Машечки! Агни, Машечки!